Блок посреди проезжей части. Так, проблему интенсивного трафика решили устранить со стороны фонтанской дороги. Но не все так просто. По словам местных жителей, ограждение стоит тут более 15 лет и постоянно перемещается. Кто его двигает, остается загадкой. Но, очевидно, проблему блок не решает. Поток машин остается прежним, а жильцы возмущены отсутствием инфраструктуры вокруг своего дома, детская площадка возле узкой проезжей части и отсутствие парковочных мест. Местные утверждают, не раз обращались в коммунальные службы. Но результата как не было, так и нет. Если здесь планируется все-таки оставить какую-то проезжую часть, ну не знаю, значит нужно расширять дорогу. Либо еще там с той стороны, с той стороны здесь что-то делать, какую-то там более широкую часть. Ну для того, чтобы и пешеходы, и автомобилисты могли спокойно передвигаться, не мешать друг другу, не создавать аварийные ситуации. Ну и соответственно, чтобы жители дома могли выйти, выехать и при этом чувствовали себя комфортно. На сегодняшний день идет скос и проседание в сторону пожарного резервуара. Если, не дай бог, рухнет стенка пожарного резервуара, здесь вся эта дорога уйдет вниз. Здесь будет просто огромная дырка. Дорожные знаки и лежачие полицейские на этом участке дороги установлены. Но, по словам жильцов, от регулярных ДТП они не спасают. Ни автомобилисты, ни пешеходы не могут чувствовать себя в безопасности. Вот только полное перекрытие пути не решит проблему, а еще больше загрузит близлежащие улицы, например, Сегетскую. Проезжая часть должна всегда оставаться проезжей частью. Устанавливать какие-то незаконные объекты благоустройства, а именно вот таким является с точки зрения закона бетонный блок, это неправильно. Статья 140, которая предусматривает ответственность за установку такого рода вещи. Та часть именно находится, как раз является межквартальным проездом. Возможно, стоит оградить эту детскую площадку будущую забором, какой-то сеткой, для того, чтобы действительно была предосторожность и чтобы дети не смогли выходить на эту проезжую часть. Ну, это разумно, это естественно. Но просто перекрывать все транспортные артерии, потому что они где-то близко к придомовой территории. Это в корне неправильно. Мы так не решим проблему. После многочисленных неотвеченных писем жильцы Фонтанской дороги 17 обратились к депутату горсовета от Украинской морской партии Вадиму Подгородинскому. Одесситы не намерены создавать неудобства автомобилистам и полностью перекрывать дорогу, но просят как минимум улучшить инфраструктуру и создать необходимые условия для своей безопасности. Я обращаю внимание коммунальных служб на то, что здесь нужно в кратчайшие сроки, а лучше завтра, собрать представителей тех служб, которые должны решить эту проблему. Это дорожники, это хозяйственники, это МЧС и так далее. Жителям нужно ехать, потому что они здесь живут, им же нужно как-то добираться. С другой стороны, здесь дом, возле которых осуществляется это движение. То есть вот столкновение интересов и мы должны здесь по уму правильно это все разрешить. Местные жители надеются, что в ближайшее время соответствующие службы обратят на это внимание, обеспечив безопасность и комфорт всем участникам дорожного движения и жильцам дома. Постоянно закрывать глаза на эту проблему не получится. Продолжение следует...